Здравствуйте! В сегодняшнем видео мы разберемся, сколько должен стоить хороший дождевик и какими качествами он должен обладать, чтобы пройти мой маленький тест. Существует в основном два типа защиты верхней части тела. Пончо, обычная куртка и ее модификации. Пончо выглядит, но очень неспортивно и распространено меньше. У меня имеется три куртки различных производителей и трех основных ценовых категорий. Дешевая куртка за 50 евро, универсальный выбор за 120 евро и абсолютный хай-энд индустрии за 380. Начну с самого дешевого варианта. Куртка фирмы Adidas. Оригинал куплен в спортивном магазине. Покупка была оформлена по принципу «это же Adidas, должно быть все продумано и отлично». Итак, начну с теста, а потом о мыслях по поводу куртки. Для теста возьму парочку вот такого качества салфеток. Как видите, даже капелька воды окрашивает бумагу в темный цвет. Эти салфетки я расположу по критическим местам, закреплю парочку по поясу, парочку на плечах и столько же в рукавах. Плюс футболка также является хорошим индикатором. Собственный тест будет состоять из пары мгновений под душем, если интересно, теплым. Посмотрим, что из этого выйдет. Конечно, направление и сила течения воды здесь совершенно другие, чем на улице. Мне и самому интересно, как это будет происходить. Достаем салфетки, грудь вроде сухая, а вот рукава ожидает неприятность. На практике куртка ведет себя аналогично. Плечи, рукава все промокают. При сильном ливне через полчаса можно выжимать одежду под курткой. Собственно и без дождя, когда куртка одевается из-за плохого прогноза погоды, можно намокнуть изнутри, так как клеенка верхнего слоя находится практически в контакте с кожей, из-за потевания обеспечена, а с ним опасность переохладиться. Итак, если BMW производит очень хорошие автомобили, это еще не значит, что их маунтенбайк тоже среди лучших. Насчет Adidas делайте сравнение сами. Двигаемся дальше. Куртка также немецкой фирмы FAUDE. Фирма специализируется в основном на менее спортивной, но функциональной велосипедной одежде. В последнее время ассортимент довольно широкий. Инструменты, сумки, обувь. Известна фирма прежде всего своим качеством. Итак, вперед и спеть с ней под душ. Заодно можно и помыться. Как и ожидалось, результат идеальный. Куртка не пропускает ни воздуха, ни воды. А если становится жарко, то можно открыть подкрылки или подмышки, как хотите. Могу лишь посоветовать эту куртку для использования в температурных диапазонах от плюс 20 до минус 5 соответствующей одежды под ней. Почему же после 4 лет я приобрел еще один дождевик? Наверное, опять-таки из-за не совсем идеальной системы воздухообмена и ради подготовки гардероба к шоссейному велосипеду. Ведь FAUDE не то что из эстетических, а больше из спортивных соображений не поездишь. Уж больно она мешковата. Хотя для городского велосипеда идеальный и надежный выбор. Итак, вот мы и пришли к третьему кандидату. Швейцарская фирма Asos, как всегда, обогнала большинство конкурентов. По крайней мере по цене. Но как она поведет себя в моем тесте? Описание куртки можно прочитать на официальном сайте. Цена 380 евро. Эта комбинация как бы говорит, что не только вы останетесь сухими, но и все, кто будет ехать рядом с вами. Да что там, ваши дети, дети ваших детей и их собаки не будут нуждаться в зонтах всю жизнь. Стоит отметить, что куртка идеально подходит к другим вещам от Asos. Ничего не жмет и не тянет. Например, на мою зимнюю куртку, как внешний слой для покорения новых носовых температур. Куртка пришла недавно и возможности испробовать ее на практике не было. Даже снег не идет. Когда испытаю, обязательно отпишусь коротко. Лучше всего это сделать, по-моему, на твиттере. Линк на канал в описании к этому видео. Барабанная дробь. Результат. Оу. Этим междометиям можно описать мои эмоции от этого необычного продукта моей любимой фирмы. По бокам все мокрое, живот намок, так как куртка в районе живота, как и другие велотрико, коротковата. И влага передалась через шорты. Спина вроде сухая. Вот это да, результат без комментариев вроде, но я постараюсь. Во-первых, куртка идет без капюшона и носится вместе со специальной кепкой, которая полностью сделана из того материала, как на рукавах куртки. Называется он тритон. То есть точно не промокает. Вода не заливалась бы за шиворот, как у меня. Бока промокли солидно. Там находится линия, выполненная из дышащего материала. Это место недоступно для дождевой воды, если ехать на велосипеде. Вода обходит этот момент. Я не только пытаюсь успокоить себя, но и объяснить, как столь дорогой продукт ведет себя так или иначе. Сзади находятся огромные шлюзы для воздуха. Спина дышит без проблем, а вода скатывается над шлюзом по куртке вниз. Это показал даже мой тест. Что можно сказать в заключении? Не продешевите на куртках, которые можно использовать годами. Ориентируйтесь больше по вот таким видео, чем по маркам. Дождевик – это не только защита от влаги снаружи, это также защита от проявления влаги изнутри.